Потому что повышенное давление является основной причиной развития инфарктов, инсультов, тромбоэмболии и так далее. Понимаете? Основных тех причин, которые вызывают смерть людей, причем не только пожилых, но и трудоспособного возраста, и даже молодых людей. Потому что ритм жизни очень высокий, и этими заболеваниями, такими как гипертоническая болезнь, болеют, к сожалению, и молодые люди. Параллельно меня обозначает то, что наше будущее, наши дети маленькие, не имеют вакцин, не имеют прививок для того, чтобы их защитить от крайне опасных инфекционных заболеваний, которые в советские времена уже были в далеком прошлом. Понимаете? Да никто о них практически не вспоминал, потому что все дети четко, своевременно вакцинировались. Поэтому боятся такие болезни, как полиэмилит, корь, коклюш и тому подобное. Люди практически с этим не сталкивались. Медицина уже забыла о этих заболеваниях. А теперь это все возвращается. Почему? Потому что нет этих прививок. Государство декларирует, что оно якобы выделило почти 2 с чем-то миллиарда гривен на закупку этих вакцин, но почему-то их нет. Вот задайте вопрос премьер-министру, прежде всего. Я бы с задоволением министру поставил, але министра немає, розумієте, какая штука? Понимаете? Его не будет. Его не будет. Это коррумпированное ведомство, на котором греют руки очень многие чиновники. Поэтому, вы знаете, почему вы удивляетесь состоянию в одной только отрасли здравоохранения? Ну, не было и министра с таким часом. А почему вас не пугает и не удивляет вот та коррупция, которую мы наблюдаем, например, в среднем зрении, да? Вот мы возьмем Николаевскую область, да? Арестовали зампреда ОГА, да? Так, так, так. Вот, у которого подвалы дома заполнены золотом. Вы скажите мне, это не бизнесмен, это чиновник. Я понимаю, если бы в нашей стране обогащались бизнесмены, фермеры, промышленники, это понятно. Ну, это хоть зрозумело. А то обогащаются чиновники. Что они производят? Мне вот любопытно знать, откуда деньги? Так, так. Почему с этим никто не борется? Это же не единственный факт. Это система, вы понимаете, да? И эта система существует, потому что в стране нет эффективной сети противодействия вот этой коррупции. Она только декларируется на словах, а на деле мы вам видим. Я вам показал продажа Одесского припортового завода. Это кто решает эти вопросы? Это только высшие руководства страны. Это не единственный объект, который продается по такой смешной цене. Причем стратегический объект. Есть еще не менее стратегические объекты. Это морские порты Украины. Это все равно, чтобы, знаете, вот был анекдот. Дайте мне или продайте, или дайте мне в аренду один метр погонной границы. Мне больше ничего не надо. И будут туда вот так гонять. Ну, извиняюсь, извиняюсь. Так же и морские порты. Что такое? Сегодня предлагается их продажа. Морской порт Южный. Это самый глубоководный порт, в который государство недавно вложило миллиарды гривен. Его глубительные работы, реконструкцию его инфраструктуры и так далее. То есть это единственный завод, единственный порт в стране, который способен принимать сюда самой большой тоннажности, типа Панамакс и так далее. По 50-100 тысяч тонн. Я, как не настолько глубоко знаю эти детали, я чётко для себя могу понять, что если это сбыточное, и его продают, это еще можно какую-то логику подкласти. Но если это сбыточное, и его продают, то тут логики что-то не спостерегает. Вот у меня тоже возникают вопросы, на каком основании продаются эти заводы? На каком основании? Будемо з'ясовывать в этой студии с политиками, с депутатами, это не единственный вопрос. Это не единственный вопрос. У нас есть глядач, Житомирская область, подказывают. Прошу, пожалуйста. Добрый вечер. Вам большое спасибо, что вы такие вопросы озвучите, и вас чуют, по крайней мере, очень много людей. И вопрос, до какого часа будут они делить квоты в парламенте, так? И до какого часа? И может хватит, уже прекратили бы они деребану таких кресел, и уже бы слухали бы немного людей. Потому что на сегодняшний день в Украине. Вы все понимали, дякуймо, комплименты до вас, вы сприняли. Я хочу сказать один вопрос. Значит, поймите правильно. Сегодня уже официально не я, я хочу, чтобы общественность правильно поняла. Не я призываю к государственному перевороту. Не я. Но средства массовой информации в Америке, да, и многие политологи американские призывают к тому, чтобы провести в Украине государственный переворот. Да, вы что? Вот представьте себе, да. Вот вы говорите, что вот там Байден принимает, Гройсман обещает ему 220 миллионов долларов там поддержки. Ну, это капля моря, это даже не капля, а меньше, да. А параллельно американцы готовят, это, они не просто готовят почву, для того, чтобы нас к этому призвать. Они готовят эту почву для того, чтобы реально провести в стране государственный переворот. А навещу им оно, якщо оно так, как вы говорите. Потому что ситуация в стране настолько накалилась, да. Они прекрасно понимают, что при тех расценках на жилищно-гиммунальные услуги, при той низкой зарплате, при той низкой покупательной способности, при той инфляции и так далее, они понимают, что к зиме этого года люди не выдержат. И в крупных городах, вне всяких сомнений, произойдут взрывы. Вне всяких сомнений. Это в основном, да, когда платежки приходят, да, людям? Когда придут людям платежки, когда они заплатят раз за эти коммунальные услуги, и когда им не за что будет купить хлеб и молоко, на котором они сидят сегодня, да, вместо того, чтобы иметь полноценный рацион питания, люди сидят в основном на хлебе и на молоке, на самых дешевых продуктах. Они не имеют возможности купить мясо, они не могут купить себе рыбу, фрукты, овощи и так далее. Из-за этого, из-за несбалансированной такой диеты, люди и больше болеют. Отсюда и сердечно-сосудистые, и онкологические, и другие заболевания. И люди терпят, но терпение людей не безграничное. И те же американцы прекрасно понимают, что этому терпению наступит ближайшие три месяца и конец. Три месяца. Для того, чтобы сохранить контроль американской стороны над Украиной, чтобы оставить Украину в качестве своей колонии, Америки вигодно самой инсценировать здесь государственный переворот и поставить в классе новых, но опять же своих людей. Пан Анатолий, ну есть такая процедура и схема, как выборы, например, ну, навещо уже, сколько этих переворотов? Будут выборы, можно сделать дочасные выборы, хотя парламент даже не хочет дочасных выборов. Так я вот и предлагаю. Для того, чтобы опередить американцев, для того, чтобы не допустить кровопролития в стране, для того, чтобы Украина перестала быть колонией Соединенных Штатов Америки и тех людей, которые управляют и держат в собственности сами Соединенные Штаты Америки. Потому что Соединенные Штаты Америки – это не государство, это частная собственность некоторых групп и лиц, дающих в Федеральную резервную систему из США. И это понимают все. Это сегодня все понимают. Вся интеллигенция, она уже хорошо это все поняла. Ни для кого я не открываю секрета. И не секрет, что Государственный департамент официально предупредил граждан Соединенных Штатов Америки не ехать в Украину в ближайшие полгода. В связи с тем, что в Украине ожидаются непредсказуемые волнения, и так далее, и тому подобное. Вот все эти факты свидетельствуют о том, что такие волнения, они, скорее всего, специально заранее планируются, да, именно американской стороной. Для того, чтобы сохранить контроль, так же, как они это сделали и продолжают делать в арабских странах. Вот представят они одного своего диктатора, да, диктатор до боя страну до ручки. Люди чувствуют, что, они чувствуют атмосферу в обществе, что скоро должно взорваться это общество, да. Они делают, как бы, искусственно инспирируют, делают такую бутафорную, как бы, революцию, расстреливают очередного диктатора, ставят нового под видом демократического правления. Там, вот вам, типа, вот вы избрали нового правителя, он честный, порядочный, он выйдет в вашу страну из кризиса. Хотя, на самом деле, они ставят очередного своего же агента, ну, естественно, это гражданин той же арабской страны, как правило, да, естественно, они не поставят негра из Америки, как это наши люди представляют. Именно это говорит, что наша страна наполнена агентурой Соединенных Штатов. Они говорят, а где вы их видите? Они все по-украински разговаривают. Ну, я бы вообще удивился, если бы агент Соединенных Штатов пришел к нам в студию и начал бы разговаривать на лиховом языке, например, да? Давайте послухаем глядача. Прошу, будь ласка. Добрый вечер. Добрый вечер. Сережа, вы же умнейший корреспондент. Вы можете предложить Гройсману, вашего гостя, чтобы он взял первым советником себе, чтобы ему подсказывал, как действовать. Вот, он же взял власть в свои руки. Надо же правильно действовать. А это такие люди, как ваш гость. Он бы ему был очень полезным советником. Ну, давайте тогда не до меня, ну, тут и гость поруч же зі мною. Насколько он сам бы погодился быть радником? А почему бы он не погодился ради дела? Ну, сейчас мы же давайте в него и запитаем. Пан Анатолий, прошу, пожалуйста. Я могу сказать так, что ради дела я готов помочь стране, но я не буду сидеть в них у тех людей, которые разваливают эту страну и разворовывают. Так, может, они разваливают, как вы сказали, потому что, может, чего-то не знают, не умеют. Нет, я думаю, что они все хорошо знают. А то, что они не умеют, это другой факт. То, что они не умеют, об этом свидетельствуют все факты их деятельности. Понимаете, да? Потому что я вам скажу прямо и откровенно, без обвинения веков. Не надо ходить по миру с протянутой ругой за каких-то полтора, там, два миллиарда долларов унижаться, вгонять в страну колоссальные долги, ставить ее в такие условия, что она практически превращается в собственность Международного валютного фонда. А Международный валютный фонд, по сути дела, это есть структура, которая подконтрольная Федеральной резервной системе США. То есть, опять же, те же американцы, те же люди, владеющие Америкой, управляют Федеральным и Международным валютным фондом. И управляют нами. И они закабаляют нашу страну. Понимаете, да? А сколько мы уже за... Поэтому менять надо систему в целом. Понимаете, нельзя работать. Я не могу один работать с людьми, которые меня не будут поддерживать. Они меня просто заблокируют и не дадут мне работать. Надо, я уже говорил, провести перевыборы Верховной Рады, как минимум. Может быть, оставить президента власти для определенной стабильности. Но не принять жесткие, во-первых, меры для того, чтобы урегулировать выборную законодательство. То есть, только выборы по партийным спискам. Все партийные списки открыты однозначно. Значит, ЦВК полностью заменить. ЦВК должна быть не подконтрольная президенту, не подконтрольная никому. То есть, это должен быть абсолютно независимый орган. Так, как он не должен быть. На этом тижнем, бачите, собирались, да, в четверо голосовать. Видите? Ничего не вышло, да? Это все умышленно делается. Потому что это и делается с той целью, чтобы сохранить контроль. Потому что, вы знаете, как говорил Сталин, не важно, как голосуют, важно, как считают. Понимаете? А еще и важно, кого оголосят. Естественно. И такие еще бывают, да. Поэтому я хотел бы что сказать. Понимаете, не все ограничивается тем, что я сказал. На самом деле, деньги, которые нужны в Украине, у нас под ногами. И если бы было мудрое руководство государственное, оно бы эти деньги нашлось здесь. Их не надо просить где-то за рубежом. Давайте сейчас с вами тут померкуем. Я знаю механизм, и так это сделаем. Давайте так, сейчас про механизм поговорим. Оскільки мы зачепили пана Гройсмана, от власне, выступающий на шведско-украинском бизнес-форуме, премьер сказал, что до конца года в Украине будет стабильная экономическая ситуация. Давайте послушаем, а потом еще и обговорим, что же значит стабильная. Потому что на болоте, как бы, тоже стабильная. Прошу, пожалуйста, премьера, и далее продолжим.